Привет, народ. Интересно, кто-нибудь будет со мной сегодня в 8 утра. Я ни разу не выходила рано утром. И да, и я ещё не ложилась спать, потому что если я лягу спать, мне кажется, я просплю весь день и просто он улетит в тарары. Я всю неделю вставала в 5 утра, ложилась в 12. Для меня это вообще не свойственно. Ну, в какие-то дни и в 7 было, конечно. Сразу садилась работать. То есть у меня 2 часа, пока я пью кофе, утром идёт английский. И только потом, раскачавшись, я иду тушь, прическа, умывашки всякие, красоту наводить. Дальше у меня консультация была, потом вторая консультация, потом английский с тренером, английский без тренера. В общем, и в 12 ночи я только за стола вставала, шла спать. И так всю неделю. И в субботу просто, ну, я легла в пятницу вечером, и в субботу вечером я проснулась. Я была в шоке. В пятницу вечером легла, в субботу вечером вчера проснулась. Я просыпаюсь, ночь, ну, думаю, о, наверное, 5 утра или там 6 или 7. Вот ещё, жаль, всё закрыто так наполовину. Думаю, блин, рано утром проснулась без будильника. Какая же, блин, молодец! Встаю и смотрю, время 9 вечера, там 8-9. Я была в шоке. Я просто сутки, блин, проспала из-за того, что всю неделю нон-стопом я вообще не могла отдохнуть. И что вы думаете, я не смогла из-за того, что вчера вечером проснулась, всю ночь уснуть. Я уже, там, не знаю, до двух ночи занималась английским, и потом пыталась уснуть. Я просто смотрела в потолок. 5 часов. 5 часов. И я хочу спать, но я не могу уснуть. Я прям не знаю, что делать. Думаю, выйду, пожалуйста. Я тоже в 5 утра на ногах с малышом только так. Ой, блин, хорошо, что у меня нет малыша. Я бы повесилась. Я так не могу. Как вы, блин, как вы это выдерживаете? В общем, вот. Вот. Я просто как электровеник работаю. Я ничего не успеваю. У меня просто куча долгов по работе. Просто миллион. Несколько разборов, которые мне надо несколько дней писать по английскому, по консультациям. Мы опаздываем. Я уже никому ничего не могу разобрать. Я не знаю, как с ними встречаться. А мне нужно тексты переводить перед консультацией. У меня курс, в который позаписалась куча народа. И мне надо за всеми проверять. А я уже месяц там не проверяла старичков. Короче, ребят, я не знаю, как вам пожаловаться. Но мне хреново. Я начала уже депрессию испытывать из-за того, что просто столько работы. И я не понимаю, почему в часах всего лишь 24 часа в сутки. Почему не в днях этих, вернее. Почему не 50? Почему? Почему надо ложиться спать? Почему нельзя ложиться спать раз в трое суток, и было бы нормально? Ну почему? Кошмар какой-то. Вот. В связи с этим, кто также хочет продуктивно много работать, как и я, я хотела бы трансформировать с вами шаблон лень. Вот. Просто мне перестало быть лень, и я работаю как электровенник. Ну, через неделю я от нон-стопа работы, которая у меня там каждый час сменяется новой, мне всё по кайфу делать. И я и убираться успеваю. У меня каждый день генеральная уборка, потому что я люблю чистоту. Каждый день какая-то фигня происходит. Но гулять некогда вообще. Так вот, лень, давайте трансформируем шаблон. Напишите мне здесь, я смотрю, сколько вы. 13 человек смотрят. Что такое для вас лень вообще? Многие лень сравнивают не с тем, чем лень является. Кто уже смотрел мои видео, знает о том, что вся суть любого слова состоит не в какой-то одной крайности, а в целостности всех противоположных вариантов. Поэтому суть лени, да, вы уже должны подумать. Ага, лень — это не лень. Не лень — это и есть лень. Вот. Если противоположность — это одно и то же, у них есть какая-то одна единая суть, то что может являться на самом деле ленью? Кто-то говорит, что лень для меня — это когда устал, лёг на диван и набираешься сил. Типа знак такой в плюс. И как использовать лень? Я часто спрашиваю. Почему я ещё задаю вопрос про лень? Потому что в своём закрытом клубе, где у меня там 130 уже, 6, по-моему, 140, не помню, заданий на каждый день, да, и я… Лень — это не желание что-то делать. Вот. Это шаблон, какая-то крайность. Неправильно вы используете лень. Это же в минус, правильно? Вот. Если мы что-то не делаем, это для нас минус. Вот. Нам всегда что-то нужно делать. Надо действовать, генерировать энергию. Вот. А мы всё знаем, что ничего не бывает в минус, ой, плохого и хорошего, да, ничего не бывает только в минус. Есть и положительные стороны у всего, даже то, что вы не любите, от чего бежите, от чего там игнорируете, ну, что вам не нравится. Есть всегда плюсы во всём. Вот во всём они есть. Так же, как и минусы есть во всём. Всё, что вы считаете суперхорошим, там минусов ровно столько же, сколько и плюсов. Так же, как и в том, что для вас очень плохое, вы уже знаете, что вторая сторона медали, она в минус всегда идёт. Так вот, лень — это тоже очень хорошее чувство, просто прекраснейшее. Если вы начнёте её использовать как нужно, да, а не как одна из крайностей нежелания что-то делать, потому что это мне надоело, это уже задолбало, или потому что я не знаю, как это делать, или потому что я не хочу это делать, потому что сил нету, энергии нету, настроения нету, что у нас там, мотивации нету. То есть мы лень, да, только в плохой крайности обычно используем. Но давайте найдём суть. Но мы же её переступаем и делаем, понятно, но лень — вы переступаете, вы пытаетесь её игнорировать, а нам надо её использовать. Видите, в чём проблема? То есть мы, как обычно, берём и шаблон, который нам не нравится, пытаемся куда-то спрятать, да? Получается, когда мы давим одну сторону медали, мы и вторую сторону медали получить не можем, противоположная. То есть всё, что мы отрицаем, всё, что нам не нравится, всё, от чего стыдно, лень — это стыдно. Так мне всегда говорили. Вот ещё стыд тут открылся, нифига у вас там лень. То есть мы ресурс, ваш талант, вы же не просто так всю жизнь ленились, вы учились этому таланту, да, только не знаете, куда направить этот талант, да, как его использовать. Отрицали целый талант, целый ресурс, целый кусок, можно сказать, энергии, да, который мог бы исполнить ваше желание, которое почему-то не сбывается. Для желания нам нужны все ресурсы, все чувства, которые мы подавляем в особенности, потому что мы не имеем чувств, да, из-за подавления какого-то, потому что чем-то, вернее, что-то мы считаем плохим. Вот так же и лень мы считаем плохим. И надо от неё бежать, с ней бороться. А кто-то решает, что лень — это хорошо, типа набраться сил и отдохнуть. Тоже минус. Это сбегание от дел. Это тоже не в плюс нам идёт. Использовать для перезагрузки отдыха? Нет. Смотрите, перезагрузка и отдых — это не лень. Это совершенно другое чувство. А вы лень пытаетесь закрыть вот этим чувством. Перезагрузиться, отдохнуть на диване, набраться сил — это вообще совершенно другое действие. А лень к этому не имеет никакого отношения, ребята. Если лень назвать отдыхом с кайфом, совсем другая история. Нет. Мы просто подменяем и сублимируем. На самом деле, ещё раз говорю, отдых с целью накопить силы, как сказать, переключиться с этой работы на какую-то другую деятельность. Мы же тоже лежим на диване и что-то делаем. Мы лежим. Это тоже действие. Включаем фильм, учим английский, читаем книжку, пьём чай. Какие-то действия всё равно делаем. То есть переключение у нас. Отдых — это вообще смена деятельности. Даже если это деятельность в горизонтальном положении, всё равно деятельность. Но лень — это вообще такое чувство. Я вам в самом начале дала подсказку. То, что лень — это не лень. Лень — это бездействие. А противоположное — не лень — это действие. То есть лень — это какое-то действие. Лежать на диване, отдыхать, перезагрузка и отдых — это немножко не то. Это вы просто пытаетесь оправдать лень, за которую вам стыдно, которая вам не нравится. И поэтому для вас этот ресурс не подвластен. Но его можно использовать очень круто. Давайте потрансформируем шаблон на примере любых других шаблонов, которые мы трансформировали с вами в прямых эфирах. У меня есть описание этих трансформаций. Кто умеет? Давайте варианты. Чтобы трансформировать шаблон, нам нужно соединить целые две противоположности. Лень — представьте лень. Лень — это какое-то чувство, которое… Я не могу описать чувство, вы просто его почувствуете. Это не когда вы хотите отдохнуть, а когда вы реально не хотите делать. Это одна крайность использования лени в минус. Да, вторую крайность лени — это какое-то действие. Надо их соединить. Я ещё в курсе вот в этом закрытом своём, когда написала задание, там уже ребята все умеют трансформировать шаблон. Ну, по крайней мере, те, кто хотя бы хоть какое-то время там уже в этом клубе находится, есть куча заданий, через которые можно поработать с шаблонами, попрактиковаться, как так сказать. Я дала задание, последнее там 140-ое, примерно, не помню, число, что напишите мне трансформацию этого шаблона. Вот, и никто не хочет на него смотреть классно. Вы все ждёте от меня ответов. Я понимаю, я вам его дам. Но хочется, чтобы вы тоже присоединялись и немножко подумали, да? Когда мне лень, что я делаю? Давайте подсказку. Вот я ложусь на диван и хочу посмотреть телевизор. Ну, я уже так обленилась. Что я делаю? Это вот прям подсказка. Вам хорошая будет, очень-прехорошая подсказка. Ладно, мне лень готовить. Подсказка. Ну, есть-то я хочу и придётся. Я не смогу себя оставить голодной. Ну, на день, на два оставлю. Ну, на третий день придётся что-то делать. Вот, мне лень готовить. Что я делаю? Мне хочется телевизор посмотреть. Что я делаю? Вот, какие мои действия? То есть, я иду... Ну, прям, давайте вот очевидную подсказку. Расслабляюсь. Я хочу телевизор посмотреть и расслабляюсь, и телевизора нема. Что ещё? Я хочу есть, расслабляюсь, и еды нема. Я хочу ничего не делать. Вот я и хочу ничего не делать. А как это? Как ничего не делать? Расскажите. Такое вообще возможно? Это второй вопрос. Первый подсказка. Я хочу посмотреть телевизор. Мне так лень. Что я буду делать? Я встаю к телевизору и включаю кнопку. Правильно? Поправьте меня, если неправильно. Я хочу ничего не делать. Такого не бывает. Вы хотите... Вы хотите... Что делать? Лежать. Что делать? Отдыхать. Вы делаете отдых. Вы делаете лёжку. Я хочу ничего не делать, но при этом вы что-то делаете. Вы хотите делать... Что? Чаепитие, поедание вкусняшек, релакс, массаж, читать книжку. То есть у вас всегда есть какие-то действия. Просто не существует бездействия в нашем мире, поэтому забудьте уже... Вы хотите просто делать что-то другое, но факт не ничего. Ничего не получится. Вы хотите спать, вы хотите лежать. Правильно? Вы хотите просто делать что-то другое. А вот то, что я ничего не хочу, такого не существует. Я хочу даже не хотеть, уже есть какое-то желание. Лень – это преодоление чего-то. Это когда мы боремся с ленью, и поэтому борьба порождает борьбу. Мы очень много теряем энергии, при этом эффективности нема. Мне лень мыть посуду, но я иду и мою, так как больше некому. Согласна. Игнорируете лень, а лень – это ваш ресурс, который дает вам очень... Дала бы очень много в этой жизни из полных желаний и вообще счастья, радости, да? Но мы эту лень либо гасим, преодолеваем, пытаемся идти, копать картошку, и копать, и копать, и копать. Даже если лень. Вот. Давайте вопрос. Я иду к телевизору и включаю кнопочку на телевизоре. Мне это прям очень важно, чтобы вы ответили. Лень – это перемена действий. Нет. Это отдых перемена действий. А лень – нет. Когда мы ленимся, что мы пытаемся с вами сделать? Вот вам лень пить чай. Ну, в принципе, нет. С едой такого не бывает. Давай другое. Вам лень убираться, мыть посуду. Какие варианты вообще существуют? Лень включить телевизор. Какие варианты еще существуют? Конечно, приходится заниматься домашними делами и хозяйством, и детьми. Разрешаю себе не делать что-то. Хорошо. Когда лень, вы ее, не разрешая себе это делать, просто гасите, да? Переключаетесь, тоже гасите. Это значит, отрицаете. Это не используете. Не используйте ресурс. Другой включил, чтобы. Да, кстати, вот этот вариант, Дмитрий, идеальненько. Давайте еще варианты. И когда, может быть, этих вариантов будет больше, да, вы поймете, что такое лень. Если бы у меня отсутствовало чувство лени, и у вас оно отсутствовало, мы бы до сих пор с вами, вот, классненько. Елена, Алена, Алена, просто круто сказали. Если бы у меня отсутствовало бы чувство лени, и у вас тоже, да, мы бы до сих пор жили бы в пещерах с вами. Как тут сказала Алена, лень – это прогресс. Да, почему? И когда вы его испытываете, что вам в первую очередь нужно делать, исходя из этого, мы, можно сказать, трансформируемся с вами в шаблон, вы перестанете гнобить в себе чувство лени. Когда вы от него бежите, пытаетесь переключаться, отговариваете себя от лени, даете себе типа установок, что это я отдыхаю, набираюсь сил. Вы очень много теряете ресурсов. Лень – это двигатель прогресса. Всё вот вообще чётко. А теперь вам надо это сложить. Почему лень – это двигатель? Что он делает? Что за чувство лени? Почему без этого чувства мы бы до сих пор копали бы картошку руками? Ну ладно, яму. Хорошо. Просто вот копали бы и копали. И у нас бы мысли бы не какого-то вот… Даже идеи бы, мысли бы не пришло в голову, что можно с этим что-то сделать. Мы просто бы её копали. Либо мы просто бы её, эту яму, да, руками и всё. И мы не хотели бы менять это, потому что лени нет этого чувства. Хочется копать и копать, всё. Ну либо какие бы действия можно в пещере ещё делать. Ой, кофе чуть не разлила. Если бы нам не лень было бегать за тигром, мы до сих пор бы за ним бегали с облезубым, чтобы шкурку потом на себя напялить и мископа есть. И нам бы не нужно было бы изобретать инструменты. Лень помогает нам. Да, благодаря лени появились стиралки и посудомойки. Да, это определённый ресурс у человека, который двигает нас и даёт нам создать ресурсы, возможности, инструменты, всё, что угодно. Когда вы испытываете чувство лени, когда вам мир в сигнале, да, мы с вами знаем, что того чувства и тех действий нам не хватает, если для каких-то желаний, всегда этот мир нам отразит что? Если приходит человек, критикует, значит, нам не хватает какой-то критики, что-то в себе заметить и поменять. Если мы видим, что человек жадный, значит, нам не хватает жадности, жадно каждый миг этот проживать. Если к нам приходит человек, там, дурачка включает, да, это нам говорится о том, что нужно включить дурачка. Почему? Вы уже во всех эфирах это много раз слышали. Сейчас мы говорим про лень. Если вы чувствуете лень, и мир вам сигналит, что вам, блин, тяжело и неохота это делать, то вам не хватает вот именно в данный момент включить возможность подумать о том, что вы упускаете инструменты и ресурсы, и вы должны задать себе вопрос. Не лечь на диван и сказать, а не наберусь-ка я сил, или переключись на другую работу, а эту буду игнорировать. Нет. Вам нужно задать вопрос, потому что лень – это чувство, которое пытается вызвать в вас интерес создать инструмент. Вы должны задать себе вопрос. Пишите, я просто пытаюсь долго это говорить, чтобы вы хоть какие-то эти варианты подкидывали. Из-за лени мозг работает сильнее, появляется креативность. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Появляются стиралки, посудомоги. Так это я прочитала. Не пишите. Хорошо, ладно, ну, буду рассказывать. Когда вы сами до этого доходите и инсайты ловите, это одно, когда вы кого-то слушаете, да, завтра будет амнезия, поверьте мне. Ладно. Когда вы чувствуете лень, неважно что, посуду помыть, убраться, постираться, готовить, пойти куда-то, куда-то, встать с постели, побыть голову, там, кому-то что-то сказать, идти работать. Это сигнал, задать себе вопрос, какие возможности, ресурсы, инструменты и что там еще, знания я могу использовать. Это может быть все, что угодно. Допустим, купить какое-то оборудование дополнительное, найти возможность это делегировать на других людей. Возможно, это какие-то знания, как внедрить тайм-менеджмент, как внедрить и изучить более глубже Word, Excel, там, я не знаю, криптокошелек, как с ним работать. Может быть, это знание, как эффективнее стирать, эффективно мыть посуду. Ведь есть очень классные способы мыть посуду быстрее, чем вот вы ее там стоите, намываете. Надо продумать процесс, чтобы он был быстрее, максимально короче в единицу времени и максимально эффективней. То есть вы должны сокращать время и освобождать его для себя. При этом эффективность должна не падать, а увеличиваться. То есть вы должны задавать себе вопрос. И лень – это просто чувство определенное, сигнал, что в этот момент, когда вы ленитесь, у вас есть все ресурсы это сделать. Вопрос только в том, что надо вспомнить об этом и задать себе вопрос, что именно я должна сделать. Что ты должна посмотреть в интернете, что-то изучить, что-то внедрить, кого-то из людей присоединить, может быть, купить какое-то оборудование, дополнительные средства, может быть, какие-то моющие средства, может быть, еще что-то. Неважно. Наша задача при вот этом шаблоне всегда вспоминать о том, что есть определенные ресурсы, они уже не даны. Вот именно к тому делу, которое мне лениво делать. И там обязательно есть моменты, которые можно улучшить и сократить время на это все. И вот в процессе как раз-таки оптимизации вот этой работы, когда вы находите возможности и варианты ее оптимизировать, вам и интересно этим заниматься. Куда-то лень деваются, и вы начинаете мыть эту же посуду или убираться с таким удовольствием. Например, убираться в детстве мне не нравилось. Сейчас я вообще не понимаю, как без этого можно жить. Начала с самого начала, что я убираюсь каждый день. Я просто обожаю. Не просто чистоту, мне процесс очень нравится. Я люблю раскладывать все по полочкам, начиная как мозги, да, чем я и занимаюсь, да, так и дома. Если открыть мой шкафчик, у меня все будет, как у перфекциониста, идеально расставлено, что-то вот прям все очень эффективно максимально, чтобы я просто открыла, ничего нигде никогда не искала, взяла и все это сделала закрытыми глазами. Я люблю оптимизировать максимально все. Если я вот сейчас к подруге приехала, да, в принципе, у меня все подруги так ведут себя, и подруги, родственники, куда бы я ни заходила в ванную комнату, да, там будет стоять миллион тюбиков, сто пятьсот шампуней, там моя задача оптимизировать все, слить в одну банку, и все, блин, это самый идеальный вариант. Как мне тебя понять и сделать? Не знаю, может, пересмотреть еще раз видео, но я так думаю, дело не в этом, может быть, вы мне первый раз смотрите, поэтому вы не понимаете вообще, о чем речь. Вот, меня поймут, как я в самом начале сказала, мы трансформируем шаблон для тех, кто уже знаком с моей информацией. Это надо, наверное, вернуться к разным видео, которые у меня есть в ленте. Хотя я их поудаляла практически половину, все есть на YouTube и в канале Telegram, ссылка в профиле у меня, посмотрите. Я объясняю, что есть шаблоны мышления, почему они нас всегда тормозят, что транслирует мир, как мир это считывать, причем это делается легко. Что показывает нам мир, это легко. В каждый момент времени всегда приходят нам ресурсы, люди, возможности, и все нам это транслирует. Но мы не привыкли, конечно, это видеть, наш ум всегда от этого уводит. Я стараюсь, я смотрю тебя два года сначала, было понятно, а теперь нет. Ну, к сожалению, я к вам в мозги не залезу, я ничего вам не могу. предложить. Шаблон мышления. Что, за два года не осознались, что такое шаблон мышления? Ну, я не знаю туда, чего делать. В общем, ребят, лень — это чувство, без которого нам бы не выжить. Мы бы с вами до сих пор бы жили в пещере, до сих пор бы копали бы руками, садили бы там что-то в огороде возле пещеры, какие-то там репку, вот, не используя инструментов. А лень нас постоянно двигает усовершенствовать нашу деятельность, чтобы минимизировать временные затраты, да, и максимально из этого получать пользу. То есть лень, суть лени — это чувство определённое. Но то, что вы её используете, заменяя шаблоном отдохнуть на полность энергии, да, что вы её гоните, вы там сопротивляетесь лене, вы пытаетесь заставить себя насильно или убежать от неё, это не очень хорошо, потому что вы упускаете возможность, да, эффективно жить эту жизнь, эффективно освободить себе время на жизнь, эффективно использовать инструменты, которые вы не хотите использовать, да. Вот. Поэтому лень на самом деле — это офигенное качество, как и жадность, как и глупость, как и критика, как и вообще вот всё, что вам не нравится. Уродство. Сейчас подумаю. Какие у нас шаблоны и бесят, да. Какой он там — скупой, злой. Вот злой — это хорошо. Добро не всегда хорошо. Как и любое чувство, как и любая крайность имеет стороны, которые мы можем использовать как в плюс, так и в минус. нет ничего ни хорошего, ни плохого. И я не понимаю, что здесь непонятно. И не понимать — это тоже хорошо. Если вы не понимаете, значит, есть куда стремиться, есть другой вопрос, плохо, когда вы понимаете, я всё понял, я всё знаю, вот это вот ограничение, которое не даёт вам развиваться. Когда я ещё не понимаю, даёт глубже понять то, что вам хочется понять. И раскрывает интерес понять, если вы не понимаете. Может быть, не понимает, а даже ещё лучше, чем понимает. Многие любят использовать «Ой, я всё понимаю» и остановились. Вот. В минус не понимает, когда не понимаю, сложили ручки, ничего не делаю. Но в плюс не понимаю. Я не понимаю и не знаю, как. Поэтому я разрешаю себе сделать ошибку и создать что-то новое. То, что я ещё не знаю и не понимаю. Потому что если бы я знал и понимал, я бы делал не новое. Соответственно, не то творчество, которое могло бы мне принести пять копеек энергии и купить на них что-то, ну, сотворить в этой реальности. А представьте, когда мы всё понимаем. Вот вы хотите что-то сотворить, а не можете, вы же понимаете. Когда вы разрешаете себе не понимать и сделать ошибку, да, в предыдущих видео ещё раз повторюсь, то вы можете сотворить это новое. Сделать что-то, что никто ещё не сделал. Только благодаря тому, что вы не знаете. Создатель подгузников увидел, что его жене лень стирать многочисленные пелёнки, изобрёл подгузники. Всё так изобретено. Вообще всё, что вы имеете в вашей жизни, абсолютно всё изобретено именно таким образом. Если бы этого чувства у нас лени не было, мы бы даже не помыслили взять какой-то инструмент в руки и что-то с ним сделать. Понимаете? Мы бы с вами не учились. А что ты делаешь, когда тебе очень лень что-то делать? Я всегда задаю себе вопрос, как это упростить и как это сделать интересным и эффективным. Всё. В этом процессе, пока я это ищу, мне очень интересно это делать. Других вариантов просто нет. Есть вариант опять убежать от этого, но это тебя догоняет. Тебя догоняет постоянно и сливает твою энергию. Всё, от чего мы бежим, нас всё время мир будет, нас мир будет всё время с этим сталкивать. Всё, что мы отрицаем, мы вообще, можно так сказать, с вами наше предназначение прийти сюда и полюбить себя, полюбить все свои чувства и всё, что мы отрицаем. И так как мы не отрицаем, не видим и куда-то там запрятали в чулан подсознание все эти чувства, какие-то негативные слова, негативные действия, негативные, всё, что нам не нравится, нам мир будет всё время извне это показывать, чтобы мы увидели, заметили. И ваша задача в этот момент сказать, так, это про меня. Вот всё, что мне не нравится, всё, что меня триггерит, всё, что меня бесит, всё, с чем я борюсь, это то, что мне срочно не хватает. То есть все эти недостатки мира это мне не достаёт. Это мой недостаток, который срочно достать, в себя положить и использовать. Это настолько просто, я не могу понять, почему вы этого не понимаете. В итоге всё сводится к основному желанию любого человека управлять реальностью. Лень тоже про управление. И лень тоже про управление, конечно. Вот, всё, ребят, спасибо вам большое. Я хотела эфир как раз вот про лень записать и пожалиться, что мне вообще настолько всё не лень делать, что я говорю, я неделю сделала столько, сколько я недела за год, наверное. Куда этот шаблон? Вот как реально, я неделю назад написала задание про лень, чтобы люди усовершенствовали все ленивые свои моменты, максимально высвободили для себя время, нашли все инструменты и задачи, которые могут упростить то, что им лениво делать. А, знаете, почему у меня ещё такая задача пришла? Сейчас объясню. Напомните, если я забуду про это. Так вот, вот эту неделю я просто вставала в 5-7 утра, ложилась там в 12, в час ночи, и каждые 5 минут записывала списки, что я делаю. Вот с 7 до 8. И список у меня там с 8 до 9, с 9 до 10. И у меня настолько эффективно время максимально тайм-менеджмент. Я уработала всего-то, что потом всю субботу проспала, потому что мне не лень. Вот. Не лень делать всё, что можно сделать. Вот что вижу, причём я делаю английский, и тут же мне настолько не лень, что мне хочется сразу и посуду мыть, и убираться, и мыть полы. И я это делаю всё одновременно, ещё включая консультацию какую-нибудь. И мы ещё вживую консультируемся с человеком. Как это? И я ещё видео записываю, на YouTube его потом загружаю. Настолько не лень. Я не понимаю вот это чувство лени, когда ты не хочешь ничего делать, потому что я этот шаблон трансформировала. Мне сложно его даже почувствовать. Когда я хочу отдохнуть и набраться сил, это не лень, это вообще другое, да? То, что я говорила в начале. Вот теперь я хотела приколюху рассказать и сказала напомнить мне. Блин, я не помню, от чего я вообще это хотела сделать. У меня просто вот это задание классное в закрытом клубе появилось про лень. Я его написала не просто так, потому что... Потому что... я такую интересную штуку хотела рассказать. Блин, все, забыла. Ну, как так? Вы не помните, какие я пару слов, может быть, сказала, чтобы вспомнить этот момент? Так. Вы, наверное, не знаете. Ну, сейчас посижу, посижу. Может быть, я вспомню. От чего я хотела? От чего я хотела? Почему у меня возникло вообще желание про эту лень сказать? Кто-то меня триггернул очень сильно. История была очень крутая. Так, а что это было за история? Я, наверное, не вспомню. К сожалению. Вот так вот. Вот такие вот спонтанные эфиры, без записи, когда ты, типа, потом смонтировал, типа, ничего не забывал, все складно сказал. А я вот так не могу. Мне надо сразу выйти, все рассказать и по пути все забываем. Про памперс сказала. Нет, про памперс это я тут читала. Каждый человек, он, да, все сотворил вокруг нас, вот все, что существует, благодаря этому чувству лень, чтобы оптимизировать работу и чтобы не уставать, чтобы всегда было жить интересно. Вот лень нас, это просто сигнал, да, про сон целые руки, целые сутки про сон. Нет, это вот я тоже до этого хотела сказать. Ты говорила, что долго спала, возможно, с этим связано. нет, про какую-то женщину хотела рассказать, из-за которой все началось. Про эту лень. Это вообще завтрак, наверное, меня ждет, а не видео. Я не вспомню. Все, меня потеряла безвозвратно. Так хотела рассказать. Я еще с самого начала думала, эфира выйду и расскажу. Блин, а что это? подытожить про лень. Ну, на YouTube я это видео загружу, концовку вот эту вот уберу, конечно, что я долго вспоминаю, что-то. Вот, смотрите мои видео на YouTube, ребята, потому что сюда я записываю очень мало, очень мало. У меня вышло 7 серий, пока на YouTube сегодня 4 в 9 утра выходит. Четвертая серия. Подглядеть за моей работой секретная информация, за моей работой с клиентом моим, индивидуальный коучинг. И там просто такая информация, которую вы еще нигде не слышали у меня. Вот. И мы разбираемся с ним в такие глубокие темы. Уже третий месяц уже дошло, что вы просто будете в шоке. Люди от второго уже, даже от первого и второго видео две серии в шоке были. Вчера третья серия вышла, там тоже все в шоке. Вот. Четвертая серия выйдет сегодня. Я уже 7 загрузила на YouTube. И это только начало, можно сказать. Я буду выборочно записывать моменты, которые вот прям вообще в шоке все. И дублирую это в канале Телеграм. Посмотрите это на бесплатно совершенно. Бесплатно секретную информацию, которую вы можете искать всю жизнь, ответы на свои вопросы. А там ну просто вот как дважды два такие вещи объяснены, которые вам и не снились просто. Они решают все проблемы вашей жизни. Абсолютно все. Я пятый год наблюдаю за тобой и каждый раз осознание новое, когда смотрю старые ролики. Да, согласна. Мы с вами. Я по сути за все это время ничего такого не сказала за эти 7 лет, 5-7 лет. Ну ничего. Возможно разными словами, с разных сторон. У вас сознание с такими шаблонами. Что-то отложилось. сознание уже с пару шаблончиками у вас поменялось. Естественно, та же самая информация ляжет совершенно по-другому. Она ложится, у вас опять что-то меняется, какой-то один винтик. Один винтик уже меняет ваше мировоззрение кардинально. Даже какой-то один маленький, понимаете. Уже часы по-другому идут. Винтик подкрутили там один, все, по-другому весь механизм. Потом вы еще раз смотрите эту же информацию пятилетней давности и у вас совершенно новое восприятие. Каждый раз мы мир воспринимаем по-новому все это согласно нашему мышлению. То же самое взять двух, трех, десять человек, поставить их перед одной и той же картиной, и каждый увидит свое согласно своему мышлению. Так естественно ваше мышление меняется и вы воспринимаете эту картину по-другому. Хотя она одна и та же. Вот я вам одну и ту же информацию рассказываю, но вы меняетесь и меняется восприятие. А большая разница бесплатно или платно? Вы имеете ввиду с человеком я работаю платно. Вам даю бесплатно со стороны на это посмотреть. Но естественно я не выкладываю все моменты и я с ним его проблемы каждый его день разбираю. Каждую его сделку мне там написало штук 50 наверное этих сделок за пол жизни всяких ситуаций. разбираем все, мы копаем в глубину. Естественно с вами я такого не разбираю. просто посмотрите некоторые моменты. А бесплатно или безоплатно? Господи вы о чем? Бесплатно или безоплатно? Вот вы про что. Да без разницы. Типа без и без бесплатят. Ничего без не платят. Боже мой. Можно все бесплатно. я я поняла о чем теперь наконец-то. Сначала не поняла в том как поняла. Убирайте эти предрассудки. Ну реально предрассудки. Без Бог это одно целое все противоположные. Так что Бог платит или без какая разница? вот вот про женщину я так и не вспомню к сожалению поэтому ребят сорян пока пока до новых встреч через 15 минут выйдет моя четвертая серия такой взрыв мозга просто на ютюбе вот потом продублирую в течение часа может чуть раньше может чуть позже на телеграм канал я советую начать с первой но если вы посмотрите четвертую вы ничего не потеряете потому что каждый раз мы с ним рассматриваем либо новую ситуацию либо понимаем что в прошлый раз все что он понял он приходит на следующий урок и я понимаю что надо заново начинать и так 4 раза и все 4 видео мы начинали заново то что он якобы понял в прошлый раз но кажется он не понял на самом деле ничего и может быть потихонечку в него по копеечке упадет эта информация которую я пытаюсь ему донести из-за чего у него все миллионные миллиардные чувак работает с миллиардами чтобы вы понимали уровень как бы там очень большие деньги и есть сделки классные есть постоянно срываются но срываются не по его вине он все пытается разобраться почему у него все сделки которые от него не зависят он все для них делает они срываются конечно есть сделки которые не срываются человек все равно в шоколаде но вопрос что его беспокоит но у него масштаб бумаг другой вот я ему ответ дала еще до того как мы начали делать этот вообще коучинг с ним я ему дала еще ответ в письменном виде менеджер дала его в письменном виде потому что я этот ответ рассылаю всем тем кто заказывает у меня индивидуальную работу вот естественно это было пропущено мимо в ваших глаз и дальше мы с ним месяц работали трансформировали шаблоны и я думала что он все-таки осознает в чем у него проблема вот конечно проблема собирательная там не только одно звено там в целом но я поняла что он этого не понимает пришлось потребовать от него письменных рассказов всех его ситуаций и я в этих письменных рассказах полностью переводила что показывал ему мир о чем пыталась сказать мутуша и сейчас мы просто зачитываем чтобы вас в курсе дело ввести я ввожу сейчас кто будет с четвертой серии начинать кто не понимает что там будет происходить он читает о том что говорит ему душа каждый раз во всех ситуациях то есть то есть я я брала его рассказы и слово в слово переписывала но меняла там всех персонажей на я потому что все есть его продолжение его отражение поэтому он сам себе говорил сам себе делал сам себе отказывал сам себе тянул резину, сам себе срывал сделки. То есть не кто-то там, а он сам. Это его желание было каждое действие сотворить для чего-то. И он там же объясняет себе, почему он это делает. Потому что когда я его просила написать ситуации, я ему пишу, а что ты чувствуешь? А что тебе этот человек сказал? А что ты ему ответил? А как ты отреагировал? А как он отреагировал? То есть я пыталась вытащить со всех вот этих сделок, как это вот все происходило на эмоциональном плане, и потом это все переводило. Когда я ему переводила все, все знаки этого мира, блин, и он читает и просто офигевает, ну, насколько это все понятно. Но когда мы прочитали уже почти половину, даже больше половины, там осталось чуть-чуть, я поняла, что он до сих пор не понял. Вот такие дела. И поэтому у нас сейчас уже седьмая серия записывать я начала уже, когда мы уже все прочитали практически, и сейчас остановились на одном куске, который мы солим уже семь серий. Вот. Я ему все пытаюсь объяснить. И в этих попытках объяснений все, кто смотрит, они понимают, что это про всех, кто смотрит. Вот все зрители видят в нем себя. Каждый увидит. Потому что неважно, чем бы вы занимались, чем бы вы не занимались, занимались, что бы вы ни делали, вы делаете совершенно то же самое. Абсолютно то же самое в каждом действии, в каждом вообще, не знаю, событии вы узнаете себя. И там есть то, что не описано ни в одной моей книге, ни в одном моем видео старом. Ну, только тут. И я уже думаю срочно сесть написать книжку, чтобы не только видео, да, а взяли, почитали как настольную книгу перед собой, еще и этот текст. Потому что там такие вещи, ну, мы такие вещи раскопали. Я сама сижу и думаю, блин, вот это пипец, как так. В связи с этим мое мировоззрение опять в афиге развернулось на 360 градусов, вот так вот кругом, да, оглянулось и обратно, ну, идет дальше, куда и шло. Вот, но только с переворотом сознания по кругу обсмотрела я опять все свои ситуации, всю свою жизнь, все свои стремления. Благодаря ему я обожаю вообще делать консультации, потому что я всегда себя рассматриваю в них. Он же меня и мои действия транслирует. Но когда мы с ним это разбираем, я очень глубоко себя поняла во многих моментах, я просто в шоке. И когда я свои видео, вот уже говорите, пятилетней давности пересматриваю, я свои собственные видео пересматриваю пятилетней давности и постоянно хожу в них новое, не поверите. Ладно вы, блин, я. Так что это нормально, то, что мы все время новое воспринимаем. И поэтому я советую вам не откладывать в долгий ящик, перейти ко мне на YouTube и посмотреть. Каши не просят, денег платить не надо, это все бесплатно, просто найдите время, на себя, на вашу жизнь. Поверьте, вам это нужно, вам это важно будет. Вы, если еще напишите комментарий, какую-то обратную связь, это вообще будет классно. Выразите какую-то благодарность, благодарю. то вы еще этим покажете, что вы принимаете это, то, что получили, не будете десятину оплачивать. Вот, и вам прибудет. Так, что еще я хочу сказать. Когда вы это поймете, срочно голову трансформировать шаблоны. Это главное. Вторая ступень после вот этих осознаний. Вы хотя бы поймете, зачем они вам нужны, эти шаблоны. Вот как с этой ленью. Лень разбираться самой. Пойду посмотрю твое видео. Бо, видишь, самый эффективный вообще способ. Лень разбираться. Вот, какой инструмент можно использовать? Да, блин, посмотреть, кто мне это разжует. Хотя бы там книжку почитать. Инструменты бывают разные. Это и люди, это знания, это оптимизация. Вот я, например, работаю в Ворде, пишу книжки. Как неэффективнее их писать? Я два месяца потратила на то, чтобы полностью с нуля, заново, я уже 20 лет назад это делала, и сейчас 3 года назад повторила. За два месяца прошла слепой метод печати. Слепой, мало того, что он слепой, так ещё и быстрый. Я печатаю, не глядя, и очень быстро. Просто я могу смотреть телевизор, ещё и печатаю, блин. Я могу что-то делать, о чём-то думать. Даже сериал смотреть, и я могу печатать. Отвлекаюсь, мне клавиатура не нужна, и это быстро происходит. То есть я увеличила эффективность написания моих книг. Вот по факту собираюсь, чтобы написать книгу, так как лень, полгода, и пишу её за неделю, две максимум. Вот любую книгу — это две недели написать. И сесть, и от начала до конца. Даже не по алгоритму, даже не разбивая на план, даже ничего не делая. Вот, хотя те, кто у меня учится, как писать книгу, да, и мы вместе пишем с кем-то книгу, вот кто обращается ко мне по написанию, я там план даю. Сначала давайте план, что там будет, как там будет и так далее. Вот, ну, мне кажется, просто через это надо сначала пройти. Потом без плана можно книжку писать. Вот просто взял на одном дыхании и написал. Но когда вы медленно печатаете, ваши мысли не успевают за вами. Можно наговаривать, но это не мой метод вообще. Можно наговорить, и тут же всё это вам распечатает искусственный интеллект. И ещё всё по абзацам разделит, и ещё и поправит, ещё и куча. Но это не мой вариант. У кого-то это будет его вариант. Можно наговорить любые свои мысли, отдать искусственному интеллекту, и он такой чик, и всё сделает. За вас. Можно так. И, пожалуйста, на Marketplace книжку отправили, и получаете пассивный доход. Просто нереально круто. Я с искусственным интеллектом хочу попробовать, то есть не психологические книжки, которые я пишу и издаю, а хочу попробовать художественную литературу. Потому что я не умею её писать. Вообще не понимаю, как. Я пишу научную литературу. Художественная для меня – это капец. Но фантазии его написать, мне не получается. Думаю его задействовать. Надиктую ему план, что я там хочу видеть. Пускай он мне там рассказ придумывает. Мне кажется, это будет прикольно. Просто как опыт, да. Я не думаю, что из этого прям шедевр какой-то получится. Но интересно попробовать, да. Наша жизнь, она и состоит непонятно из чего. Просто из каких-то интересных моментов, которые можно просто пробовать и кайфовать от этого. То есть цели нет у меня сейчас. Я вообще все цели из жизни своей убрала. Они у меня стоят, да, но не для того, чтобы их достигать, а просто как маячки, ориентиры, свободное от жизни время, да, куда-то направлять свое внимание и наслаждаться в этом процессе. Потому что я настолько сейчас полюбила свою жизнь, чего раньше не делала, хоть я об этом много раз говорила, да, но хоть я и полюбила эту жизнь, вернее, я полюбила эту жизнь, и поэтому я убрала эти гонки за целями. Вот, вот так я скажу. А раньше, конечно, у меня чисто цели. Вот поставила ее добиться, вот прям заработать миллионы, купить одну квартиру, там вторую, там третью. Кстати, ребят, вот что я хотела сказать. Очень важно. Я поставила на продажу свою квартиру в Турции, в Мерсине. Квартира два года будет строиться, ну или, может, полтора. Я ее купила год назад и хочу продать по цене покупки, которую я заплатила в прошлом году. Это 42 тысячи евро. 42 тысячи евро, это сколько? Ну, примерно 4 миллиона рублей. Это вообще копейки. Там бассейн, комплекс, там просто шикарнейшее. Вот вы просто не представляете. С ремонтом, встроенной мебелью, техникой, там вообще заезжай и живи, только просто не купи. И это однушка, естественно, студия. Выход в море, бассейн, все, что хотите. Консьерж. Фишка в этой квартире, что вы можете приезжать в Турцию, там жить, когда хотите. А когда вас нет, консьерж сдает, дает рекламу, забирает у вас то ли 20, то ли 30 процентов, сдает вашу квартиру, вот как это в Террасите, допустим, делают. Вот поэтому, кто хочет супердешево, просто таких цен в Турции нету. Здесь цены просто как грибы выросли, там за год, за два, на 100, 200, 300 процентов. И если кто хочет прям за копейки вложить деньги, я продаю, потому что мне нужно, все знают, да, что я сейчас собралась поступать в университет, и мне нужно срочно деньги, 5 миллионов за семестр, иметь наличку. Вот. А так как налички у меня таких денег нет, все вложено везде, то я решила одну квартиру продать. И продаю ее, не заработав ни копейки, естественно, инфляция, я только в минус себе это делаю. И если кто хочет, 42 тысячи евро, ребят, мало ли кто смотрит, может быть, кто-то захочет. Отдыхать в Мерсине, это, блин, в шикарном комплексе, фоточки, там все, я вышлю информацию, оплатить можно вообще любыми способами, там это вообще не проблема. Переоформить очень быстро, и тем более вы меня знаете, то есть никакого обмана, квартира будет ваша, она достроится. Застройщик очень надежный. Да, сейчас такое время, страшно верить там застройщикам, но этот застройщик уже застроил много-много-много лет, строит и всегда доводит все до конца, и у него нет того, чтобы у него там что-то стояло. И вот за этот год там уже построили много чего, я покупала на котловане, когда еще вообще ничего не было. Там уже какие-то этажи возведены. В общем, стройка полным ходом. И если вы хотите вложить деньги, можно вложить и потом перепродать. Просто я не знаю, где можно за 4 миллиона купить еще квартиру, тем более такую, как там. Такая квартира стоит, конечно, здесь намного дороже, ну, 70-80, может быть. К моменту постройки, конечно, она там будет стоить больших денег. Я хочу продать. Я бы, конечно, оставила, естественно, вложение. Сейчас не... Ну, самое лучшее вложение это недвижка. Все-таки в наше неустойчивое время. Так, инсайт. Искусственный интеллект мне нужен. Я только нейросети использовала для иллюстрации книги. И пишу по старинке. Ручка на бумаге. Мне надо сначала визуализация, сначала, потом текст. Благодарю. Вот. Мне нужно печатать. Я, когда пишу, именно во время печати, вообще моя мечта, прям мечта. Я, может быть, когда-нибудь, где-нибудь, если я сяду, а не буду переезжать со страны в страну, я куплю себе печатную машинку. Вот именно печатную машинку старую. Блин, я просто очень хочу печатать книги вот так. Это... Я просто пробовала печатать на печатных машинках, и это настолько кайф. Я пишу не потому, что цель у меня написать, я удовольствие получаю. И именно, когда я печатаю, мне мысли, что писать дальше, приходят во время текста. А вот наговаривать я так не могу. Вот я наговариваю, а мне надо глазами смотреть, что я уже написала. Мне глазами надо смотреть, что уже там в предыдущей главе было. То есть я печатаю, пересматриваю вверх, печатаю, пересматриваю вверх. Да, можно наговаривать, текст тут же переводить в текст и смотреть, но это всё равно не то. Вот, поэтому кто-то интеллект, конечно, вау. Вот, но опять же, искусственные книги, созданные полностью искусственным интеллектом, как сейчас многие делают, не имеют души вашей. Вашей, художника, создателя. И это будет чувствоваться, это будет передаваться. Какая бы там супер-книга не была бы, идеальная просто от искусственного интеллекта, вот, всё равно там не будет души. В картинах нет души, в картинках вот этих, которые искусственный интеллект, да, красивые рисуют, классные иллюстрации, там, сайт, но всё равно это не то, да, то, что создано человеком, поэтому тоже смотрите дальше. Так, ладно, всё, теперь точно прощаюсь, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok